Всем привет! Рад вас всех здесь видеть. Во-первых, нам повезло с погодой, сразу говорю. Во-вторых, сейчас скажу, как все будет проходить. Сначала я вам расскажу про J13 айфон немножко. Сколько смогу рассказать интересного. Потом я вам расскажу про какие-то основные вещи, которые я использую на улице. С точки зрения стрит-фотографии мы сейчас как бы стрит снимаем. Мы пришли сюда снимать стрит. Потом я дам вам задание и мы на 40 минут разойдемся. Это важно понимать, потому что в Петербурге, например, если вы видели, как это все проходит, все ходили за мной. Это выглядит очень странно и это очень непродуктивно для людей, потому что, во-первых, это похоже на митинг реально. Во-вторых, когда я начинаю снимать кого-то в стрит-фотографии, я же людей снимаю. И когда я начинаю снимать человека, мне тяжело быть незаметным, потому что вот так вот, вот так вот все стоят и типа и да, я как бы такой, ну вот и из-за этого очень будет проблематично и мне снимать его. Вы вообще не сможете снимать, вы скорее всего будете смотреть, как я снимаю и поэтому вы ничего не снимите. Вот поэтому я дам вам задание интересное, сложное и вы будете экспериментировать, присылать фотографии в конце, не 10, не 20, да, ну что 2-3 и потом в конце, когда мы уже соберемся здесь, я разберу фотографии, ну то есть скажу, как надо было улучшить, как сделать лучше и тем самым это будет более продуктивная вещь и и покажу свои, вот, не для того, чтобы вас унизить, а просто покажу свои, вот, не серьезно, потому что я могу ничего и не снять, я, может, я вообще в кафе пойду посижу, вот, да нет, я сниму картинки, вот, поэтому, сейчас расскажу про тронетный айфон, наверное, да, то есть у всех вопросов, как раз у тебя был вопрос, по поводу стоит менять там восьмерки, восьмерка, вообще на самом деле, не знаю, может такое говорить или нельзя, но я скажу, для меня самый любимый, один из любимых телефонов, это 6s, для меня был вообще всегда, ну то есть 6s, и он, кстати, дольше всего был продавался в магазинах официальных, насколько я знаю, когда появились уже следующие модели, он все еще продавался, вот, и восьмерка тоже из числа как бы шестерки они похожи, вот, 13 айфон, конечно, это клевый аппарат тем, что он позволяет более-менее профессионально, точнее, что я говорю, с восьмого айфона можно уже все снимать профессионально, вот, но здесь есть, они улучшили камеру, это кто не знает, я вам скажу, вот, с точки зрения диафрагмы, и я вот снимал, я удивился, потому что я снимал в темном помещении, в таком темном, что я не видел вообще ничего, ну то есть просто я зашел, и ничего не видно было, вообще ничего, кроме белого пятна туннеля, это было, если что, в этой жизни, вот, белая-белая дверь, и вот, я навел фокус, и нажал вот с ночным режимом снимок, и типа офигел, как он вообще все осветил, ну то есть такое чудо, что там бегали рабочие и светили фонариками, вот, и это был заказчик, я снимал это для заказчика, то есть для человека, я ему скинул, он говорит, блин, это вообще круто, и самая непривычная сейчас вещь, это новый объектив 70 миллиметров, теперь там 70 миллиметров, то есть это, да, трехкратный, 377 даже, трехкратный зум, типа, у них, но это как бы не до конца привычная, потому что раньше на полтиннике, там, ты мог подходить, отходить, вот, точнее, там, не сильно, а здесь это прям сильное увеличение, вот, и на основном объективе, что тоже важно, до стрит фотографии, это стабилизатор, у них теперь есть на основном объективе стабилизатор, который помогает, ну, то есть стабилизирует, логично, стабилизирует изображение идущих людей, что так не хватало, я, конечно, всегда справлялся с любимым, и мне вообще интересно всегда справляться с третьим айфоном, например, вот, это просто интересная задачка, вот, вот такие вот истории, а, самое, конечно, чумовое, это не относится к камере, это типа дисплей, это вообще очень круто, я прям как будто это, погружаюсь туда, вам, так, не видно, вам надо потрогать, это будет клево, вот, так, основная штука в стрит фотографии, короче, вся фотография, вся фотография, это, это, грубое слово скажу, шаблоны в голове, ну, то есть, это такие вещи, которые ты так или иначе замечаешь, профессиональный стрит фотограф, у меня есть подруга, стрит фотограф, она говорит, что это все случайность, но это не может быть случайностью, потому что вы замечаете то, что вы хотите заметить, так не бывает случайно, случайно это когда я такой, типа, упал и снял, вот это случайно, он, типа, я случайно снял, да, и все, когда вы обращаете на что-то внимание, на свет, кто-то сказал, на движение, на эмоцию, на цвет, это вы обращаете внимание, ну, а значит, это, типа, вы задумали это, и чем сильнее вы натренируете себя замечать и акцентировать внимание на те вещи, которые вам интересны, например, в вашу стрит фотографию, всем, вам будет проще снимать, ну, то есть, вы будете предугадывать момент, потому что стрит фотографии, это момент, иногда этот момент можно предугадать, например, если идет, идут люди, у вас, вот у меня я недавно постил своей ученице фотографию, где висит картина с женщинами, смотрящими, машина стоит, идут две девушки, и одна смотрит в сторону, так же, как на картине девушка, и это, ну, то есть, она же хотела это сделать, то есть, она увидела картину, я вам сейчас раскладываю просто, как это работает, она увидела картину, потому что она проходила мой курс, вот, она увидела картину, она ждала героев, тех, которые будут похожи на этих девушек, изначально, то есть, стрит фотография, да, стрит фотография, не случайно, нет, ну, она ждала, ну, то есть, но тот взгляд, который посмотрели в камеру, случайность да и совпало так что взгляд девушки взгляд девушки на картине совпали и типа это дает силу также все это движение людей в кадре которые там пальцы тянут руки тянут случайно что он делает и так далее то есть все это задумано и чем больше вы себя на тренируете это делать тем тем круче что важная я всегда наверное про это говорю и пропагандирую такую вещь с точки зрения стрит фотографии и героев когда вы снимаете человека героя любого этот герой должен быть он должен читаться во-первых должен не к не просто бы человек многие кто начинает снимать стрит фотографию или хотят снять люди они снимают всех ну то есть вот идет человек в курки безразмерной непонятно вообще что то есть и вот и вы вписали его в помещении типа сняли человека ну понимаете да вот круто очень всегда это вам пригодится сейчас на задание которые вам дам круто всегда выделять человека интересного какого то есть чтобы это был интересный персонаж вы понимаете да то есть чтобы он цеплял вас это как ну фильм наверно смотреть какой-нибудь как какой-то фильм где вы акцентируете внимание на какого-то проходящего человека персону куй ну допустим я раньше был этот персонаж не знаю знаете вы или нет человек шляпе мой спарринг герой вот я его назвал я называют их парень героями то есть у меня был человек шляпе то есть я охотился за мужиками в шляпах вот так кратко прямом смысле охотился я как-то раз вышел в новгороде гулять и когда еще в новгороде был туман никого не было было там 8 утра я иду так уйду какой красивый туман чем бы мне кого-нибудь мужика в шляпе вот и вы не поверите это это не вранье выходит мужик шляпе он прям так типа и звал я так спасибо вот и он выходит шляпе и в плаще такой как берлинский стиль так тридцать восьмых годов такой вот он типа вышел и идет и я один и он ну то есть вот мы вдвоем я за ним с камня камеры она не за телефон с моноками я за ним такой типа вот то есть парк аллея он идет я за ним иду так вот камера он такой оборачивается я так делаете я видел вид что я стою просто смотрю на птиц и я вот так за ним шел до дома пока он не дошел до дома я минут 40 с ним ходил и пока ну я знаю где он живет кстати но вот и и он дошел до дома а я просто искал место это сейчас основная мысль которую вам надо внедрить вообще это на большой мастер-класс трехчасовой но придется вам быстро вникать у вас всегда есть герои и место герои место вот кто-то знает а кто-то у вас всегда и вы можете выбрать героя и вести его до того места которое интересно вам ну прямо не сказать что извините стать пожалуйста туда я хочу или пройдите здесь да это будет сетап постановка и это уже не вообще никак не относится к стрит фотографии вот вы можете следить за ним и допустим если вот чувак и такой берлинского стиля в плаще дату я могу подождать пока он там будет мимо фонарей эти каких-то в тумане и так далее да то есть вот и но так иначе вы можете его довести до нужного места или наоборот вы находите клювое место красивое классно сильное место которое вам нравится и вы ждете подходящего героя да то есть подходящий герой как раз это не просто мимо проходящий любой человек это может быть какой-то интересный персонаж в вашей голове женщина с красным пакетом там зонтиком не знаю голый пролетает пролетающий и там ребенок бегущий ну и так далее вот девочка в оранжевой куртке понятно вы и фотографии так себя раскладывается чтобы понимали на самом деле очень просто все фотограф которые даже снимают супер известные там сальгада и макари и так далее так все работает у вас есть супер сильное место герои герои и супер сильно место это все складывается и важно зачем следить чтобы вот я про что я говорю герой которого вы снимаете идущий читался то есть когда человек смешивается с фоном сильно с господи там со серой стеной еще с чем-то зеленью зелени вообще враг просто типа сейчас чаще всего то все у вас теряется герой вы не понимаете кто герой и ну то есть еще и зритель не понимает на кого смотреть акцент и успех хорошего три фотографа особенно круто это когда он списывает много героев на разных в разных плоскостях то есть когда у вас слева справа везде есть клевый герой вот то есть всегда следите за героем и за фоном сзади героя это сложно сейчас объяснить но ну то есть понять быстро и практиковать но это важно и еще самая важная вещь конечно же это еще что у героя идущего например до динамик фаза фаза когда есть фаза про как как правильно снимать шаг знать я сейчас вам говорю супер базовые правила которые можно нарушать когда вы умеете делать ну когда это не фотографии так делится что и такая математика которая типа так надо выполнить это если ты не выполнишь то все конец света будет да вот коллайдер не будет работать вот но чем больше вы тренируете сделать клевый снимать человека в клевом шаге а клевый шаг это вот это движение не вот этого ну типа падающие или когда вот такой вот когда снимает бегунов иногда вот так вот то есть как будто калека то есть это правильная фаза и вот эту фазу за это фаза вы должны наблюдать и перед тем как мы начнем самое важное как фиксировать фокус на айфоне да не все знаю просто я это говорю и 70 процентов людей не знают этого чтобы понимали а правильно это сделать да правильно это сделать зажать и подержать 3 секунду идет а ну две вот видите пока не понятно желтая полоса это очень важно когда появляется желтая полоса зафиксирует фокус то вы зафиксировали фокус вот если она не появилась то у вас будет качество каско скакать все время цвет цвет и так далее то есть у вас будет автоматически iphone и фокус искать и свет искать и так далее то есть он не будет не будет фотограф которых задумали а здесь я допустим задумал ну сделать темную фотографию как я обычно люблю да и ну то есть или контровую и я могу чего угодно делать куда угодно убирать телефон да но у меня всегда сохранится то что нужно это как раз подходит для того кто нашел клевое место стал в нем зафиксировал фокус и ждет и ждете правильного персонажа и нажимаете а там дальше уже вот можете много тыкать раз можете один раз попасть ну то есть да вот кто как привык уж конечно много когда вы не знаете что вы хотите и все понятно фиксация фокуса супер важная вещь только так получается именно это всегда удивляет всех когда ты кидаешь фотографии после какой-нибудь работы в чат все потому что просто фиксировал фокус ну то есть все что делаешь у тебя такой же iphone как у всех там неважно какое 8 10 и так далее вот и у вас получается вот такая штука поняли есть вопросы теперь задание у нас сейчас осень же осень и я придумал такое задание я хочу чтобы вы сняли осень не снимая листья никак не привязывая ось ну время к листьям вы можете передать осень так как вы ее чувствуете но можно и передавать акцентировать внимание на желтая но и дни листья желтая ну-ка обычно сад желтая листья да есть яндекс такси я подсказку даю там курьеры и так далее ну вот и или может быть на какую пустоту тоже подсказка ну пустота это то есть как осень это смерть как бы то есть когда все опадает все умирает и ну то есть и новый цикл начинается да вот на обращать на это внимание то есть например я увидел вот эту ветку красивую которая блестит это я просто вам говорю это не стрит-фотография но вот она блестит красиво видите она без листьев но в общем фишка в том что вы не можете показать осень привязываясь к листьям вот вы должны потому что это слишком просто этим подбрасывать листья или вот там я лежу делаю ангела вам нужно снять атмосферу осени без вот этих чит кодов деревьев фонов а именно акцентировать внимание на свет свет потому что осени он отличается от цвета летнего сто процентов сейчас вы это можете видеть на свет на какие-то желтые вещи то есть вы когда сейчас кажется что вы должны видеть желтых людей а вы про скажите я хочу увидеть желтых людей вот это прям так делать я сейчас буду видеть желтая вокруг вот и вы начнете вид желтая вокруг прям сразу то есть это так все работает то есть везде у вас будет такси и вас индекс этих хотя и так даже если не попросишь себя видеть желтые они так будут вот и вывески кита вы аксессуировать на это внимание вот и вы делаете фотографии можете делать сколько угодно фотографии на лучше фотографии вы кидаете потом в чат и я их разбираю говорю как можно было там улучшить или это клёвое не клёвое тогда лучше разойтись потому что кстати еще расскажу важную вещь почему я не люблю формат когда все за друг другом ходят потому что фотограф так не снимают никогда в жизни вообще если вы есть я когда жил в новгороде у нас я был одинокий такой одиночка короче они не любят вообще все фотограф на лентом вот потому что они все собирались ездили на эти у кен заходили вместе снимали вот я никогда не понимаю как это возможно потому что невозможно снимать что-то находясь со всеми вот и поэтому практикуйте чаще одинокую ходьбу и фотографию вот я еще хожу без музыки даже из что без наушников это часто вопросы тоже спрашивать музыка я хожу ли нет без музыки чтобы слушать город потому что если вы снимаете street вам нужно слышать что происходит вокруг ну то есть это такая прямо атмосфера она вас погружает потому что если вы идете слушать они у марикона или любые на audi или макс рихтера такие типа вы снимите что ой листочек вот такое будет вот вам нужно слышать там как какой-нибудь кричит типа чего-нибудь вот понятно я не знаю можно было так хотя все можно поэтому погнали и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, тогда, мне кажется, будет прикольно ДимаTorzok Привет всем Привет Ну, что, получилось что-нибудь? Так, первая фотография Вот с телефоном, крутая штука Ну, типа, акцент на телефон Да, то есть на черную фотографию На черный фон И пальто, опять же, видите, да? Пальто осеннее как раз Ну, то есть это сразу видно И акцент на желтый, там, зеленый телефон Буше Винная Здесь есть желтый Но здесь клевая фаза Ну, видите, да? То есть фаза руки Фаза, то есть он идет, типа Ну, то есть он двигается И я так говорю, не потому что человек прошел мои курсы А вот И учится на других А просто Ну, потому что, ну, видно, что фаза есть, да Это вот важная штука Потому что когда есть фаза вот эта динамичная То ты сразу чувствуешь, что, ну, человек заходит И ты хочешь с ним зайти Ну, то есть Очень клевый герой Ну, типа, вот Я про таких героев и говорил То есть если вы посмотрите, да? То очень кайфовый герой Потому что, ну, он прям очки надевает в момент И еще отражение снято Да, отражение это клише Ну, то есть такой Репортажное больше То есть в Стрите очень редко То есть, чтобы развиваться в Стрите Сначала можно снимать отражение Потом убирать эти штуки Потому что они такие Они, как бы, это такой шаблон Ну, то есть такой Штамп Вот Но здесь прикольный герой Поэтому Если бы даже без отражения было Мне кажется, было бы круче То есть если вот так вот кадрировать Вот так То это прикольнее Потому что отражение дает вам такой Типа, смотрите, я вот Добавил отражение А когда так, то прям прикольно чувствуешь героя Ну, то есть такой, блин Чувак заходит в шапки, в перчатках Очки, ну, типа, снимает, надевает Не важно, да? То есть так прикольнее выглядит Да, с собачкой, с красивым цветом Вот Здесь клево девушка смотрит Ну, то есть, в принципе, видно, что это осенняя какая-то вещь Девушка Девушка круто смотрит вправо, вверх Прямо по линии Ну, то есть, если вот так вот прям быть занудой Ну, то есть, ее взгляд И полоса вот эта линия, которую человек Они как-то, они прям соединяются Вот Единственное, что ноги немного обрезаны И поэтому, то есть, ну, я понимаю, что, наверное, быстро я пыталась снять И она заметила тебя актер, нет? А, кайфовая линия Мне очень нравится вот так Сейчас Вот так Без тачки справа, видите? Ну, машина справа сразу сбивает все Когда вы вот только ее отрезаете Ну, то есть То становится гораздо лучше Потому что у вас идет линия к номеру, к водителю Видно сразу водителя Если у вас тачка справа У вас теряется взгляд и падает на машину Так или иначе Там пустое пространство, которое оно сразу, типа, выбивает Вот И вот этот Павелецкий, третий, 158-й Это, как бы, типа, не надо для этого И, в принципе, когда вы снимаете Вы можете изначально это увидеть сразу Что машина не нужна Что вам нужна только вот эта полоса И вы, ну, типа, акцентируете внимание на то, что происходит Именно там Вот 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 это кайфовая фотография Потому что есть герой Есть герой, который мимо едет Мимо, опять же, арки Он желтый Он клево сидит еще Очень хорошо сидит То есть Поза клевая Вот И он очень сильно выделяется То есть с точки зрения Заметит желтое Я говорю, что Яндекс Доставщики, типа, в желтом И это прикольно снято Потому что, ну Круто, что он, опять же, в этом фоне Вписан в этот фон Вот здесь хорошо очень По линиям, по геометрии И по По героям Видите? Кайфовый Да, то есть там есть желтый Есть зеленый Есть красный И видно осень И очень хорошие линии Ну, то есть мне очень нравится линии И шаг Вот здесь как раз кайфовый шаг Ну, то есть С точки зрения типа движения Очень кайфово А вот это уже клевое Кто-то снимал А вот это уже крутая Потому что Ну, это атмосфера И все Ну, типа вот Да, здесь типа не супер там фон Но волосы делают все сразу Они сразу акцент на себя бросает Поэтому там Ну вот Типа да Вот здесь уже Вот это прикольная фотография Кайфовая Ну, то есть Она про всю Про всю атмосферу Вообще этих Добанных фотосессий Ну, типа вот Фотокардиология, неврология Это нормально Это сразу про осень Вот То есть такая штука И минимализм И очень хорошие линии Человек видит линии Ну, то есть Это клево Что Все прям Разграничено Геометрично очень Хорошая карточка Потому что И желтый И пешеход И И А в шаг клевый И А кто снял Вот Респект Можно было дождаться Чуть-чуть Когда она будет Может посередине Ну, то есть Больше поднажимать Ну, я Здесь фаза хорошая Ну, здесь Да, здесь фаза хорошая Вот И В принципе Ну, то есть Она прикольная Даже если я там Вот так обрежу ее Она будет Хорошая Да Вот И Когда Вы даете Такие себе задания Они могут быть разные Не обязательно Про цвет Вот Тогда вы Начинаете Потихоньку развиваться Снимать Там разные Разные карточки Вот То есть Вы уже за 40 минут Вы вообще молодцы На самом деле Я хочу похвалить Честно Я думал Хуже будет Вот Такой я оптимист Вот Не, на самом деле Реально Все сделали Очень клевые акценты 40 минут Это супермало Для Стритфотографии Для того, чтобы погрузиться Вообще И просто пройти И снять Вот И сделали все Хорошие Работу И поэтому Кайфово Сейчас скажу Самую важную фразу Главную Часто люди думают Что если у них нет таланта То они никем не станут Я про это часто Пишу и говорю И часто люди думают Что если они снимают Стремно То все У них нет таланта И они никогда Никем не станут Но вы никогда Вообще не понимаете Как ваш талант И что ваш талант Когда он может раскрыться В этом фишка Я не знаю Видели вы мой пост Если не видели Типа смотрите Как я снимал В начале своей Вообще карьеры Ну просто Чтобы вы поняли Я снимал так Что там Любой бы сказал Что у него вообще Ничего нет Не то что таланта А вообще вкуса Скорее всего И я к тому Что я верю Что есть талант Я верю Что таланта нет Но я знаю Что если ты будешь Много работать И много снимать То ты можешь снимать На уровне И круче даже Люди Которые талантливые И здесь самое важное Снимать И вся фотография Как и любой Любой навык То есть видео Фото Картины Вообще Все что угодно Это просто Наработка Вашего времени То есть чем больше Вы снимаете Тем По-другому Лучше у вас получается И вы всегда растете Да И вот Кто говорит все время Ну у меня бывают люди Которые говорят Что они выгорают И перестают там Что-то чувствовать Но вы можете Всегда перекручаться Но фишка в том Что если вы хотите Разваться фотографии То вы просто снимаете Вот Меньше слушайте Советы фотографов И людей Ну я имею в виду Что Мои можно слушать Да нет Я не к этому На самом деле На самом деле Мои Я почему Я и говорю Что то что я говорю Это азы какие-то Которые можно использовать Но если вы чувствуете Что вы хотите снять так То вы можете снимать так Вот По-другому как-то Если вы И к чему-то вы придете Фотографии Потому что это такая штука Которую там нет Правильная И неправильная Вообще Вы можете снять Волосы рыжие Вот так вот На ходу И распечатать ее И повесить Или она может Ну то есть Никто никогда не знает Что и что произойдет С фотографией И поэтому Здесь важно Просто снимать И как Спрашивают всегда По поводу того Что Читать По фотографии И вот Я советую Вообще ничего не читать По фотографии И я советую Смотреть что другое И читать что другое Ну не относящешься К фотографии Вот Вы можете смотреть Книжки фотографов Вы хотите ходить На выставки Но чем больше Вы смотрите Погружаетесь Там Учитесь На курсах Годовых Там Пятигодовых Тем Сложнее Вам будет Сформировать Свой вкус И понимание Вообще Что вы хотите снимать Потому что Я нигде Вообще не учился И В смысле Я агроном Я закончил Вот Но С точки зрения фотографии Я ходил на какие-то курсы Но это было Так вот Как вот сейчас Мы с вами Ну то есть Там были трехдневные Какие-то там Ребята Я от агентства ездил Но этого не было такого Что я прям Типа один курс Закончил Так на следующий курс Так еще на следующий курс Еще пятый курс Потому что Все это Очень сильно Вас Ну как бы портит Вот Так же как И Пинтерест Еще такая штука есть Когда вы Иногда Когда ты новичок Ты можешь повторять Пинтереста Но если ты не остановишься Вовремя Например А будешь Все время Оттуда брать идеи То ты Никаким образом Не развиваешь Свой креатив Это я сейчас Даже не про Стрит фотографию говорю А про какую-то Любую там Постановочку Фотографию Портрет и так далее Вам сложнее думать Ну то есть Вы сложнее Будете потом Славливать Какие-то моменты Поэтому Но здесь Мысль такая Чем больше Вы практикуетесь Тем круче Как говорили Десять тысяч повторений И вы мастер Поэтому Практикуйте Снимайте И вот Любите фотографию Все Я подытожил Спасибо за субтитры